Ранее самопровозглашенные Луганской и Донецкой Республики обращались к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации, однако однозначного ответа ни Донецк, ни Луганск так и не получили. Равнодушие Кремля, впрочем, не останавливает другие мятежные регионы от желания стать частью России. О таком намерении заявили власти самопровозглашенной Южной Осетии. Оккупированный грузинский регион собирается провести референдум. В Тбилиси подобные действия на неподконтрольной территории считают усилением политического давления за три дня до подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Марта Ардашелли передает из грузинской столицы. Крымский сценарий в действии. Грузинский регион Южная Осетия может войти в состав Российской Федерации. С неоригинальной инициативой выступил спикер парламента де-факто республики Анатолий Бибилов, который на этот пост заступил чуть более суток назад. Его партия «Единая Осетия» уверенно победила на прошедших выборах, которые, правда, международное сообщество не признает. И тем не менее Бибилов вполне оптимистичен. Ведь поздравить нового спикера в Цхинвале приехал помощник президента России по взаимодействию с Южной Осетией и Абхазией Владислав Сурков. А телеграмму из Москвы Бибилову направил сам премьер Медведев. Судя по всему, благосклонность Москвы в Цхинвале восприняли как сигнал. Уже известно, что вопросом подготовки референдума займутся в кратчайшие сроки. На данном этапе Бибилов выбирает себе заместителей для того, чтобы, по его словам, сформировать консолидированную команду. В Тпилиси попытки Цхинвале стать частью России называют нелегитимными, как и любые действия на территории оккупированного грузинского региона. Все, что происходит в оккупированном регионе Грузии, идет вразрез с международным правом. Не имеет под собой никакой юридической силы и не является легитимным. Предположения о том, что ситуация в Абхазии и Южной Осетии накалится к концу июня, высказывались и раньше. Все дело в том, что 27-го Грузия подписывает соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Ряд аналитиков и политиков убеждены, Москва сделает все возможное, чтобы помешать приближению ЕС к собственным границам. Грузия подпишет соглашение об ассоциации. Об этом прекрасно знают власти России. Я вас уверяю, об этом знают не только в Тпилиси, Париже и Нью-Йорке, но и в Москве. Несмотря на то, какое решение в Цхинвале примет так называемый парламент, какого рода шоу устроит и в каком спектакле примет участие, 27-го Грузия ставит свою подпись. Поэтому я не вижу никакой связи между этими событиями. Впрочем, власть призывает граждан не сгущать краски. Еще на прошлой неделе премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что Россия не планирует аннексию двух грузинских регионов. Единомышленники из правящей партии одобрили попытку главы правительства обойти острые углы. Ну а в оппозиции обвинили Гарибашвили в госизмене и заявили, что напротив Абхазии и Южной Осетии уже 6 лет как аннексированы. Мы помним некомпетентное интервью премьера Гарибашвили BBC, когда он заявил, что Россия не намерена аннексировать грузинские территории. Эти слова демонстрируют, что власти Грузии оторваны от действительности по фундаментальным вопросам, которые касаются суверенитета и национальной безопасности. В 2008 году, сразу после войны с Грузией, Москва признала независимость двух мятежных регионов. Российскому примеру последовали несколько государств, таких как Никарагуа и Тувалу. И хотя на карте мира Абхазия и Южная Осетия не значатся, всякого рода референдумы о присоединении к России вполне могут привести к очередному витку напряженности в регионе. Дальнейшая аннексия, экономическая эмбарго, усиление давления на международной арене – это то, что предсказывают Грузии политики и аналитики. Но, скорее всего, подписанию соглашения уже вряд ли что-то помешает. Здесь в Пелиси, помимо скептиков, есть и группа так называемых политиков-оптимистов. Они считают, что Россия, которая максимально вовлечена в события на Украине, вряд ли сможет заняться Грузией. Ну а как будут развиваться события и отношения между Пелиси и Москвой, обсудят на очередном раунде переговоров в Праге в ходе формата Абашидзе-Карасин уже на следующей неделе. Марта Ардашелия от Пелиси, специально для РТВА.